Продолжение органов пищеварения при инфицировании SARS-CoV-2, обзор последних паттернов заболеваний, терапевтических подходов. Должен вам сказать, ну первое, что бы я хотел показать, поскольку мы будем говорить о препарате, пришедшем к нам из Японии, мне хотелось бы открыть свое вот это вот шоу «Крюстишием Мацу Басё», которое очень применительно к тому, что поразило сейчас весь земной шар. Запад или Восток, повсюду одна и та же беда, ветер равно холодит. Ну вот, как холодит ветер, видите, пандемия COVID-19, бурым цветом изображены страны, в которых зафиксированы летальные случаи от этого заболевания. Ну, много, много, много. И не так уж, не так уж, прямо как, скажем, сравнивать с эпидемией туберкулеза или ВИЧ-инфекции, но много. И серьезно, это много все-таки связано с тем, что каждая страна имеет свою определенную статистику, связанную с структурой ее здравоохранения. Так, теперь современные представления. Чтобы попасть в клетку, этот вирус, как и другие коронавирусы, а мы знаем, что их несколько, использует белок шипс-пайк-токаин, который прикрепляется к мишени на поверхности клетки хозяина, и он закрепляется до трех вирусов, а мишень является ангиотензин, превращающий в пермент АПФ-2. Ну, кстати говоря, о нем очень много споров в отношении препаратов. Я дальше тогда уточню, какова международная точка зрения на применение Египетра АПФ-2 при этом вирусе. Так, цикл развития. Значит, вот он прикрепился, вот он прикрепился, он проник в клетку туда. Видите, он начинает себя воспроизводить. Он заставляет все органы внутри клетки себя воспроизводить, а потом он клетку разрушает и выбрасывается. Геметический материал вируса раздражается. Так, что же происходит? Как он попадает? Ну, общепринятый путь, общепризнанный путь – это воздушно-капельный, в том числе и через слизистую нос, и слизистую рта, через слизистую глаз, ну, и вообще через поврежденную кожу. Вирусные нагрузки в слюне были самыми высокими в первую неделю после появления симптомов, а затем в течение второй недели снижались. То, что он, попадая через слизь, начинает попадать в кровь. Высокие исследователи из Китая выразили мнение, что высокие вирусные нагрузки в слюне в начале болезни предполагают, что инфицированные пациенты могут быть наиболее заразны в это время. Значит, оценим мероприятие по обязательному ношению масок и ношению перчаток. Значит, не нужно. Потому что слюна разлетается, брызги до полутора метров достигают, поэтому нам нужно защищать от своей слюны окружающих, не себя, а от своей слюны, от микро-частиц слюны. Вирус наносит удар по пяти направлениям. Во-первых, через рецепторы АПФ-2, а потом образуется такой, так называемый, цидокиновый шторм, который в большей степени бросается на легкие, и там уже начинается и фиброз легких, и образуются микротромбозы. Тромботическая микроангепатия или коглопатия. Дальше, опосредственные осложнения, связанные с тяжелым течением болезни, это интоксикация, аутоагрессия, и повреждение собственных тканей, и опосредственные осложнения, связанные с тактичностью лечения. Это тоже известно, сейчас мы об этом будем говорить. Различия между клиническими проявлениями. Во-первых, несколько штаммов есть. Вот недавно прошло сообщение о том, что у нас в России так называемый европейско-иранский штамм, поскольку он очень контагиозен, это объясняется большое количество бессимптомно потекающих заболеваний в нашей стране, но и в то же время он очень токсичный, если его течение связано с какими-то осложнениями. Причем, я вам буду сказать, что пока очень много противоречивых данных, потому что пока нет системного анализа, он отсутствует, но некоторые направления есть. Ясно совершенно, что пока протекает осложнение, что это тяжелые, так называемые, пневмонии или поражения легких, что это кауглопатия, поражение внутренних органов. Ну вот при этом заболеваний больше поражается все-таки, чем при других вирусах, вирусных контактах, коронавирусах. Вот Мерс-Ковид и Сарс-Ковид, это Средиземноморская лихорадка и Дальневосточная, там меньше поражались органы пищеварения, при этом чаще поражаются. Как попадает, я уже об этом говорил, значит, вот потеря обоняния вкусовых ощущений, американцы признали, что это один из важных симптомов, боль обязательно, и я консультирую по телефону, как находясь в тренде больных, то есть в тренде людей 65+, удаленно от непосредственных контактов, но в телефону часто встречаются эти боли, особенно боли спине и поясница, ну и лихорадка, головная боль и проблемы с дыханием. Какие еще фиксируются? Почему мы говорим, что он многолик? Значит, ну вот, изменения на сетчатке глаз по типу микроорганизм, значит, ангиопатии, так? Если попал через линистик глаз. Кожные аномалии, широко описанные при известных клинических случаях. И мы с вами видели по телевидению, как один из сотрудников нашей больницы в коммунарке показывал на себе кожные поражения. Некротический энцефалит. Случай развития ряда более редких болезней, например, синдром Гиена-Борре. Это демилизирующая нейропатия. И ко мне обращались по телефону такие больные с такой симптоматикой. Новая вещь, о которой говорили, сейчас много говорят американцы, это детская болезнь, напоминающая болезнь Кавасаки. Малтисистом инфломатриал синдром. Ну, много больных в Нью-Йорке, но в Италии тоже такие больные были. Кишечные проблемы, которые могут быть вызваны не только ишемией кишечника, но и тем, что вот эти вот рецепторы АЦЕ2, они находятся и в кишке, и в тонкой, и в толстой кишке, и в гениталиях. Они находятся и в печени, и в легких, и в холанах, и в желчных протоках. Инсульты, в том числе и у молодых. Причем могут панифестировать себя инсультом. Ну и острая почечная недостаточность. Вот картинка, как он пупотает в легкие. Так, вот видите, какая страшная эта корона. Дальше. А что начинает в легкие? Поврождаются легочные мембраны, и образуется вот фиброз легких. Отек и фиброз. Поэтому-то некоторые исследователи вот пишут, вот я ссылаюсь на губернского врача из российской глубины, но это не только его мнение. Вот он пишет, я видел 15 человек живых, 7 случаев погибших. Вот патологоанатом их рассмотрел, могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод принципиально, мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Вот пишут, легкие являются органом-мишенью, но там специфическое поражение. Вот это вот, что вирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипактическому синдрому, то есть нехватки кислорода. И мы знаем сообщение о том, что у больных сатурация низкая очень, а больной чувствует себя углублительно и наступает внезапная смерть. Поэтому я говорю, что много противоречий, и нету таких системных данных еще. Это впереди нам будет изучать. Но каждая информация очень важна. Воскулит и гиперкоагуляция. Что об этом пишут? Доктор Ландони, итальянец, рекомендует использовать антикоагулянты и коледро. Комбинация лапиновирид. 19 марта не используют у пациента. Так? Вот не используют это. Клаквинил продолжают использовать. Но положительной динамики не видят. Теперь в отношении препаратов, которые обладают противомалерийным действием. Они достаточно токсичны. Я вам покажу об этом. Поэтому в Бразилии отказались от применения. Там сейчас очень высокие заболевания, судя по последним данным. Но в Бразилии как раз зафиксировано большое количество аритмии. Больные погибают от аритмии. Может быть, это специфическое действие вируса. Может быть, это действие препарата, который у нас продается под названием Клаквинил. Но если мы с вами будем говорить о поражении печени, смотрите. Официально гидроксихлорохин. Так, официальная регистрация. Что вот побочные эффекты. Диарея, аналексия, боли в области живота, редко рвота. Эти реакции обычно проходят сразу после снижения дозы. При длительном применении высоких дозов, высоких гиботоксичных, в отдельных случаях нарушения печени, внезапно развившаяся кульминатная печёночная нерастация. Токсичный препарат. Кромбоэмболическая риска и каугалопатия. Об этом не буду подробно останавливаться. Потому что прямые и непрямые и новые антикоагулянты входят в спектр противовирусной терапии или осложнение его у данного контингента больных, особенно у тяжёлых. Ну вот тут, видите, американцы. Ланцет пишет, повышенная концентрация дедимера, более чем в два раза превышающая верхний уровень нормы. Значит, тромбозы, не тромбоэмболии, а тромбозы. И я предполагаю, что могут быть и тромбоэмболии у этих больных, особенно у больных, застойно-сердечно-достаток, у больных, онкологических, у больных, получающих правильную терапию, профилактическую, антиагрегантную, но изменяется свёртывающая, противосвёртывающая система крови под воздействием этих вирусных нагрузок. Теперь в отношении рецепторов АЦЕ-2. Мы с вами об этом говорили. Уже вот, значит, сейчас я вберёмся к предыдущему слайду. Было показано, что, вот некоторые считают, что, в частности, кто, вот, в Нью-Йорке, в 20 апреля, в прошлом месяце ещё не прошло, значит, там наши коллеги считают, что выдвинули предположение возможностей к неблагоприятным или двухказных эффектам лечения ингибиторами АПФ-2, да, у этого рода больных. К этому мнению нельзя не прислушаться, но это лишь одна сторона. С другой стороны, вот очень серьёзные структуры, как Европейское кардиологическое, Европейское общество гипертензии, Канадское общество и так далее, они высказали совершенно чёткое положение о том, что пациентам, которые принимают ингибиторы АПФ-2 или блокадры карциевых каналов, не рекомендуется менять терапию, если это не назначение врача. При COVID-инфекции. Значит, опять же, мнения противоположны, и нам каждый раз нужно индивидуально подходить к этому больному. Теперь, то, что ближе нам, поражение органов пищеварения. Я весьма благодарен доктору Марине Ли с компанией Промет, которая провела вот такой гигантский обзор по поражению органов пищеварения при COVID-19. Не буду на нём останавливаться. И нужно сказать, что он систематический обзор, но он тоже страдает. Все данные, которые она проанализировала, очень крукулёзно. Но там тоже достаточное количество противоречий. С чем они связаны, эти противоречия, пока не могу сказать. Ну, вот видите, что выявлено. Обзор от 11 мая, вот совсем недавно, неделю назад. При женичной ишемии визуализации позволит увидеть аномалии кишечников в больных с COVID-2. 11 мая. Новые. Экспрессия оценивает наиболее распространение на клетках лёгких, эритроциты тонкой эндотерии сосудов, что указывает, что тонкая кишка и сосудистей могут быть восприимчивы к инфекции 2. Что они нашли? Они нашли ишемию, согласно с ишемией, ишемию кишки, вот в журнале «Радиооблач». Дальше что? Аномалии неконтрастные и контрастные аксиально-карональные, как в этом, так в «Радиооблач» пневматоз цистосинфекционалит в подвздошной кишке. Отмечается отёк брыжейки. Это всё связывается, вот этот повышенный пневматоз связывается с тем, что именно туда попал коронавирус и вызвал какую-то местную инфекцию. Дальше что? Дискологически. И вот китайский, совсем недавно, это всё вот май 2020 года, видите, вот это вот всё показано в пищеводе, в желудке, в 12-перстной кишке, в тонких, вот это всё импрегнация, импрегнация флюорометрической жидкости, флюористрирующей жидкостью показала импрегнацию вируса в этих органах пищеварительного тракта. Почему у нас тут тратилось? Почему у нас тут тратилось? Так, и как раз вот этот вот момент, как раз вот этот момент указывает на то, о чём мы говорили, указывали. И этот момент подтверждает то, что некоторые следствия предполагают возможный фекально-оральный путь передачи вируса. Да? Это, и нужно сказать, что наличие вируса в фекалиях больных наблюдалось в течение 30 дней после их клинического выздоровления. Вот этот момент мне представляется чрезвычайно важным. Значит, по-видимому, мы вправе говорить, конечно, дальнейшую следу не покажет, но пока мы вправе говорить, о воздушно-капельном и фекально-оральном пути передачи. Поэтому, друзья мои, перчатки и не тянуть пальцы в рот. Об этом я уже говорил. Так, что вот еще? Вот только-только, значит, появляется абдоминальный висцеральный инфаркт. И похоже у людей, протекающих синдромом Кавасаки. Это итальянское сообщение. Дальше, что еще? Люди нацеливают внимание на то, что лицом трагедии. Значит, ингибит рецепторы АЦ2, ковид-инфекция и воспалительные заболевания кишки. Это сталкивание, это лицо трагедии. По-видимому, по-видимому, они правы, хотя наши исследования можно повторить. Теперь в отношении поражения печени. Так, значит, печень, как и весь пищеварительный тракт, как и весь пищеварительный тракт, вовлекается в поражение COVID-19 и наши китайские коллеги пишут о том, что до 60% иногда отмечали они поражение печени в виде повышения ферментов АЛТ, АСТ и ГГТП, что указывает на вовлечение холангиоцитов. Теперь возможные пути поражения. Значит, непосредственный путь поражения печенью, то есть пивирусом. Второй путь это гипоксия и туда же цитогиновый шторм, лекарственные препараты обязательно, предшествующие поражения печени. Поэтому и говорят о том, что у больных с неалкогольной жировой болезнью печени COVID-19 протекает тяжелее, поскольку вся присущая неалкогольной жировой болезни печени коморбидность в виде артериальной гипертонии, сахарного диабета, атерогенной дислеподемии, атаку трепеченочного холестаза и т.д. и т.п. может быть утихожедрена в результате этой инфекции. Ну и кроме того, состояние печени, конечно же, вот видите, выброс провоспалительных цитокинов, нарушение коагуляционного баланса без печени невозможно, ну и, конечно, выброс вируса в пищеварительный тракт. Диффузные заболевания печени повышают уровень, становятся более чувствительны, прошу это запомнить. Так, вот китайцы, в одной из ранних китайских сообщений это было, это вот то, что четвертый год, это касалось других, а вот то, что вот. Значительно недавние обнаруженные рецепторы в двух независимых когортах показали наличие экспрессии АЦ2 холангиоцитов и в гепатоцитах меньше, подтверждая, что КОВД-ВЕП обладают повреждающим действием на внутрепеченочные желчные протоки. Так, признаки поражения печени, что еще, повреждения гепатоцитов вирусом, закономерное явление, гепатоциты играют роль в редких мишеней, у пациентов появляются аномальные повышенные значения уровня АСТ. И дальше я покажу, чем выше уровень ферментов и чем выше уровень ферритиномии, тем более тяжело протекает это заболевание. Так, вот, здесь вот это и показывает. Что же мы дальше скажем? Вот, теперь доктор Фу Шен Ван считает, что печень может повредить даже у людей, переносящих бессимптомно. Надо вот посмотреть, поскольку в России очень много таких больных, которые бессимптомно принесли, вот, надо бы, конечно, посмотреть. Я призываю своих коллег, кто имеет отношение к ангелатурной медицине, посмотрите, пожалуйста. Теперь различные поражения, обзорная очень статья, тоже из Китая. Вот, я хочу обратить внимание вот на этот пункт, вот на это вот, я покажу более широким, более крупным планом. Так, это вот у большой когорты 1900, ну, почти 1100 человек у Китая, в этой Китае, у них был зарегистрирован, почему я об этом говорю, что у них, у китайской когорты, как везде на Дальнем Востоке, широко распространен гепатит В, у нас его меньше, но в целом у них протекает точно, протекает точно так же. У нас ведь больше гепатит С, тут мне недавно задавали, вот и распространено наиболее заболевание печени в России, это неалкогольный, неалкогольный жировой гепатоз, алкогольный жировой гепатоз, желчнокаменная болезнь с печеночным фористазом, и гепатит С. Так, вот китайцы показали, значит, вот что всего, вот столько-то, всего-то, столько было больных, не тяжелые, и при тяжелом поражении печени, вот видите, сколько, сколько было у них больных, все-таки, вот, не тяжелые, но какое большое количество больных было с поражением печени среди всех. А вот тот слайд, который я хотел, на котором хотел обретать, смотрите, все препараты, которые применялись для них, и вот на единичке показано, как эти препараты, как эти гепатотоксические препараты было, считалось, что они вызвали повреждение печени, смотрите, антибиотики, дальше, травы, ну, растительные препараты, которые широко применяются в Китае, интерферон, нет, вот лапиновир и ретановир, да, а там уже мы слышали, что его итальянцы не применяли, нестероидные противоисполитные, да, об этом известно, а зельтамивир, да, конечно, противогрепозный препарат, ну, и репамивир, препарат, который мы применяем для лечения вирусных гепатитов. Видите, все обладали гепатитическим действием. Тяжесть поражения коронавирусом коррелирует с уровнем повышения АСТ. Об этом мы тоже говорили, примерно 60% у пациентов. Теперь вот я хочу обратить к введению больных заболеваний печени рекомендации Европейской Ассоциации по изучению печени и Европейской Общины по изучению инфекционных заболеваний. Сейчас я вот этот вот пунктик, ну, тут все очень хорошо, даже при трансплантации печени, как вести этих больных. Уникальные совершенно рекомендации, очень настоятельно рекомендуем пользоваться. Специальные соображения для отдельных категорий с вирусным гепатитом. Увеличение риска тяжелого течения отсутствует. То, что мы говорили вот в китайской популяции больных с гепатитом. Так, посылайте следующие рецепты по почте. Это организационные. Пациенты с неалкогольным статогепатитом или неаркогольной жировой болезнью могут страдать с сахарным диабетом, и ожирением. Тоже мы говорим, что покаждаешься повышенным риском тяжелого течения. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями печени. Пациенты с компенсированным циррозом печени. Пациенты с декомпенсированным циррозом печени следует продолжать лечение связанных с циррозом осложнений, таких как портальная гипертензия, стыд, печеночная цепалопатия. Это касается многих препаратов, обладающих так называемый гипототроп, спектальный бактериальный перитонит. Это надо все лечить. У пациентов с хроническим заболеванием печени следует учитывать возможные побочные эффекты получающих иммунодепрессанты, такие как циклоспорин, токролимус, серомовинус, эверолимус. Мы знаем, что это тяжелые препараты, особенно токролимус. Я помню, я наблюдал больную после трансплантации почки, которая получала лечение токролимусом в течение нескольких лет и в конце консервана погибла от топок плитонкой кишки. Поскольку не тщательно контролирует цитрацию. Кроме того, пациенты с нарушенной функцией печени, например, циррозом печени B, C, фактификация и чайплю характеризуется высоким уровнем лекарственной токсичности. Это касается всех больных с хроническим заболеванием печени, у которых развивается COVID-19. Так, ну вот я хотел обратить внимание вот на какой момент. И несколько таких сообщений. Мне недавно обратился один русский доктор, живущий в Ирландии, с точно таким же мнением, что это он сказал первым. Но у него работа в такой общедоступной прессе была, а вот эта вот китайская работа, которую я нашел, она тоже, кстати говоря, от апреля прошлого года, он пишет, что, и этот, кстати говоря, китайский автор дает свой обратный адрес, не может связать, что COVID-19 атакует один бета-цеп гемоглобина в молекулы порфирина и подавляет ген и подавляет человеческий гем, то есть метаболизм гема. В чем же это выражается? А это выражается в том, что образуется гиперферритинемия, значит, гиперферритинемия. Я пока вот остановлю ваше внимание на этом моменте, да, потому что вирус атакует, как пишут наши китайские коллеги, связываются с молекулами гемоглобина в результате нарушения транспортировки приводят к гипоксимии и развитию острого респираторного дистресс-синдрома, о чем говорил академик Чучарин, когда предлагал заменять на дыхание с кислородом на гелий и полиорганный кислородный негазостраз, подобный метгемоглобин при отравлении угарным газом. При связывании вируса с гемоглобином выделяется и он железо, что клинически появляется в получении уровня ферритина. Ну, дальнейшее пока я говорить не буду, потому что там феномен матового стекла, помните, во-первых, это считается патогномоничным признаком, КТ-признаком для поражения легких при COVID-19. но помните, я вам говорю, что патолога она там обратил внимание, что это нетипично. Ну, и вот еще один господин Шенфельд и Иуда Шенфельд, он работает в Санкт-Петербурге в Израиле, он тоже подтвердил эту концепцию. Так что, это не моя идея, я только анализирую то, что я нашел в литературе. Вот, куда же бьет этот вирус, как считается? Вот, это БЦ, БЦ гемоглобина, так, а вот он бьет вот сюда. БЦ гема, он бьет вот сюда, вот, вот, он бьет по этому уровню железа. Так, вот, 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 вот железо здесь, он здесь, вот, вот, он и в АЦ, а вот это вот БЦ. Б1, это Б1, это, наверное, Б2. Это А1, А2. Так, вот он сюда бьет, вот, где вот, 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 вот он бьет, именно он выбивает вот этот вот гемоглобин, так? Или вот этот вот гемоглобин, вот Б, Б1. Наш китайский коллега писал Б1. Так, вот этот вот, парфериновый кольцин, что такое парферинное, ну, это то, что мы употребляем из пищи, да? Это вот у нас все средства железа, а вот, вот и он железо. А дальше, ферм-2 комплексует с, он как раз соединяется с молекулой кислорода. Вот это вот железо несет на себе кислород. Ферритин. Ферритин содержит уровень, поддерживает биологически полезные формы. Нормальное содержание ферритина в крови у взрослых мужчин в среднем такое-то, у женщин такое-то. Так, я должен сказать, что, конечно, в каждой лаборатории он свой совершенный ферритин. Ну, повышение уровня ферритина может быть при следующих заболеваниях. Алкогольные вирусные гепатиты, гемохроматоз, эдемопер, лейкоз, острые хронические инфекционные воспалительные заболевания, подчеркиваю, острые инфекционные воспалительные заболевания. Рак молочной железы, иногда, как маркеров при приеме оральных консервативов и голодания. Низкий уровень ферритина при железодефиците анемии. Значит, этот ферритин, что же он? Вот он, где он живет? Он живет в печени. Печень депонирует ферритин, который мы употребляем с пищей. И она стабилизирует его. Кроме того, печень через трансферин передает этот ферритин, железо через трансферин переносится в костный мозг и там происходит синтез гемо-объединения с проферином и проферин объединяется с глобином. Получается гемоглобин. Вот. Но мы должны обратить внимание на то, что в крови у нас циркулирует СС и СН-ферритин. Анаболический ферритин это тот, который является источником железа, он живет в печени. А катаболический ферритин, по-видимому, вот как раз катаболический ферритин является результатом гиперферритиномии, который наблюдается у больных с COVID-19. Он образован макрофагами, а мы с вами знаем, что там имеется цитокиновый шторм. А макрофаги это что? Это наши гледки крови, которые содержат квасальное количество противовоспалительных цитокинов. И с разрушенным, и как такие макрофаги носят название сидоробласты, они образуют из молеквы ферритина сидорин. Значит, СС это окисленный ферритин присутствующими нормами, а СС-ферритин восстановленный ферритин или катаболический. Вот. И вот и надо смотреть. Значит, что трансферин переносит трехвалентное железо, он забирает его из ферритина, трансферин переносит сюда в парфериновое кольцо, и сюда он его внедряет в центр, а потом оно к ним присоединяется к гемоглобину, то есть к глобину в костном мозге и образуется гемоглобин, который живет наш перифроцитов. Это трансферин, бог с ним, то, что переносит белок, гомеостаз печени, гипсидин и ферритин. А чем это регулируется? Вот чем регулируется уровень ферритина, который в комплексе с гипсидином накапливает железо, а он регулируется инсулином подобным фактором роста 1, который воздействует на фактор роста гепатоцитов, регулирует уровень гипсидина и способствует выведению железа из печени при гемосидрозе. Значит, нам очень важны вот эти два фактора. Инсулиноподобный фактор роста и фактор роста гепатоцитов. А теперь обратимся опять к нашим друзьям, коллегам, как называют Владимир Иванович, партнеры, которые пишут различные протоколы. Они пишут протоколы, а наши протоколы это министерские издания. Значит, что вот пишут из тверждения восточный Виржинский протокол новой лечения ковид при критическом течении. Новый протокол введения этих ковидов. Бог с ним, с этим протоколом, но там отражено, впервые вот так вот показано, то есть были отдельные. А вот что показали наши американские коллеги. Смотрите, вот уровень ферритина. Чем тяжелее легочная патология, видите, late pulmonary mass, late pulmonary inflammation. Тем более повреждения легких, тем более высокий уровень ферритина. А вот присимптомы его нету. Значит, вот на это нужно обращать вот интерлекины, а вот уровень ферритина. А тромбоэмболические остальные не глотаники. Дедимер. А дедимер высокий вот тогда. А здесь мы почему-то не учимся. Значит, вот ферритин. Подтверждается то, что ферритин это маркер тяжелого воспаления. Но мы с вами сейчас разобрались. Причина то его, что это такое ферритин, это не просто маркер, это пилот, который осуществляет громадную функцию насыщения организма кислородом. Так, что у нас дальше? Так, таким бы предположением снижение уровня ферритина может способствовать улучшению прогноза заболевания. Ну, когда у нас вот американские реакции по лечению гемохроматоза, они рекомендуют железо лишнее из организма уберем. что мы имеем с вами? Значит, мы имеем с вами ряд препаратов, которые способствуют выведению лишнего железа из организма. Мы имеем с вами ряд препаратов, которые применяют включение гемохроматоза. Не буду о них говорить, препараты тяжелые, препараты с потенциально четким совершенным действием, но это гемохроматоз или тяжелый системный гемосидероз. Пока мы об этом говорить не будем. Но когда мы начали работать с плацентой, с препаратом гидролизатор плаценты человека, мы убедились в том, вот много отечественных исследований убедились в том, что этот препарат, представляющий из себя комбинацию пептидов, выделенных из плаценты здоровой японской традиции, представляет из себя конгломерат биологически активных, весьма нужных для организма веществ. Где-то вообще-то препараты плаценты ведут свое начало еще от Филатова, помните? Ну, потом это было у нас забыто благополучно, японцы, как всегда, подхватили и сделали этот уникальный препарат, о котором мы сейчас с вами будем говорить, он производится в Японии, официально зарегистрирован в России как гепатопротектор и иммуномодулятор. А что он официально зарегистрирован в России, друзья? Ничего тут нового нет, это официально зарегистрированный в России препарат. Пожалуйста, возьмите инструкцию, он официально зарегистрирован. Так, вот он представляет из себя такие ампулы, показания применения. Прикром, психологический следующий, хронический рецидивирующий герпес, очень важно, поскольку вирусное поражение, и сейчас мне позвонили из компании, что уже проведены исследования в Японии и в Южной Корее о том, что он якобы подавляет вирусную нагрузку при ковиде, но я попросил все-таки это не на словах, дайте мне, пожалуйста, публикации. Он применяется при атопическом герматите, и что вам нужно сказать, в качестве монотерапии при хронических заболеваниях печени, при страте гепатитов, алкогольной, метаболической смешной этиологии. Вот он зарегистрирован. Нужно сказать, что при герпесе имеют собственный опыт, он очень хорошо работает. Безопрепарат абсолютно безопасен. Гепатопротектное действие осуществляет клеточную защиту, способствует репоративной регенерации клеток печени, нейтрализует действие свободных радикалов. Это такой рекламный. Теперь комплекс компонентов плацента, входящих в состав компонента ЛНФ, здоровые родильницы, повторяю, здоровые родильницы. Эти пользы очень тщательно в этом отношении. Значит, женщина должна быть генетически здорова, у нее в семье должна быть четкая совершенно обстановка полного и физического, социального, интеллектуального, духовного здоровья, ее роды должны протекать благоприятно, физиологично, и она должна иметь, родить здорового ребенка. только тогда у нее возьмут плаценту для того, чтобы получить этот препарат. Что там находится в этом препарате? Значит, микроэлементы, различные интервекины, низкомолекулярные пептиды, о которых мы будем говорить отдельно, различные витамины, интерфероны, эритропоэтин, лептин, дегитроантостерон, мукополисофориды, аминокислоты, то есть все то, что находится в плаценте женщины для того, чтобы она осуществила полноценный рост вынашиваемого ей плода. Клинические эффекты Лаенека, гепатопротекторный, иммуномодулирующий, противовоспалительный, антиоксидантный, регенерирующий, гератопротективный. Я вот очень благодарен Ольгене Комонткачевой, которая сейчас взяла к себе этот препарат, ее геронтологический институт геронтологии перепрефлирован перед COVID-центром Ольгене Комонткачевой, во-первых, у вас очень интересные результаты должны получиться, как мне представляется. Но мне представляется еще, что ежели вы и дальше будете работать с этой компанией, когда мы с вами победим COVID-19 и покажем, что Лаенека обладает ферритин снижающим действием и способствует выздоровлению больных или более легкому течению, вы будете работать с этим препаратом как геронтологический количественный состав Лаенека, вот это все. Я хочу обратить ваше внимание на нескольких факторов роста биологически активных. Во-первых, здесь имеется женский гормон, инсулиноподобный фактор роста, мы об этом говорили, он регулирует фактор роста гепатоцитов, которые влияют на уровень ферритина, накопление железа в организме. Но еще масса факторов роста, рост эндотелия, рост факторов роста, противовоспалительные цитокины, тут пептиды состав очень высокого. И кроме того, там находятся составы пептиды, которые регулируют вот этот пептид трудно, они трудно поэтому наверное только исландец может произнести вот эти фразы, слова, но они вносят существенный класс гепатопротекторный и антигемосидерические эффекты препарата осуществляют антиоксидантные действия на их связывании ионов меди. Вот супероксид десмутаза гепатопротекторный и предшествует развитию гемосидероза. Я думаю, что все-таки гемосидероз играет определенную роль в развитии вот этого феномена мутного стекла. Вот фактор роста гепатоцитов и инсулиноподобный фактор роста мы об этом с вами уже говорили. Значит инсулиноподобный фактор роста гепатоцитов который стимулирует гипсидин который стимулирует развитие метаболизма ферритина. Вот факты роста гепатоцитов, это все разные красивые картинки, теперь мы давно работаем с этим препаратом уже, и вот в 2016 году, утверждены 16 съездом много, были рекомендации по применению гидролизатора плаценты человека при заболеваниях печени, можете их тогда посмотреть. Так, вот, гепатопротекторное действие. Переходим, ну, во-первых, экспериментальным работам, это очень давние японские работы. Потребенное введение плацентарного препарата крысам с тяжелым отравлением показало, что методический индекс гепатоцитов, отражающий эгрирандивную активность печени, повышался в 16,5 раз. Изучение действия гидролизатора плаценты человека на регенерацию печени и крыс, после 70% гепатоэктомии, 70% печени и у крысок призвали. Введение препарата значительно ускорило скорость регенерации. Так, далее. Эффективность ЛАИНЕК при неалкогольном стерамон гепатозе печени повышается. Кто это писал? Так, 15-й год. Вот, пожалуйста, изменяется, изменяется и жизнь. Вот уровни АЛТ снижаются и уровни АСТ, при работе пятилетней датности. Дальше что у нас? Дальше вот тоже была проведена работа корейской следовы, проведенная совсем недавно. Они показали вот, что... Значит, почему корейские, южно-корейские, северо-южно-корейские следы? Японцы ведь очень непростые люди. Значит, то, что в Японии стоит очень дорого, в Южной Корее стоит значительно дешевле. И поскольку производство локализуется, японский субстрат поступает в Южную Корею, то там производятся клинические исследования. Значит, что показали? Что при лечении алкогольной болезни печени, значит, стало улучшение... АЛТ улучшилось чем на 20% у почти 77% у больных. А при неалкогольной болезни печени в Корее тоже есть. И, ну, не будем говорить, что мы самые плохие. Мы как и все. И неалкогольной жировой болезни печени АЛТ улучшился у 55%. Так? Это монотерапия лаеннека. Теперь, что у нас в России? Что у нас получается в России? Мы провели в свое время исследование ЛИЗА. Значит, лаеннек и заболевания печени в нескольких центрах. Вот тут 8 центров. Не просто это было. Это было в 16-м году, 4 года назад. Изучали, что 86 больных было проведено. Возраст 45-65 лет. Уровень печеночных ферментов был в полтора раза. Монотерапия препаратом лаеннек. То, что рекомендую. Я очень благодарен профессору Ваксиму Валерию Алексеевичу. Потому что мы вот с ним движем этот вопрос. Так нам коллеги наши помогают. Но я так полагаю, что без энергии Валерия Алексеевича сейчас, который в противоположность мне мобилен. И может у него есть пропуск. Он путешествует по Москве. И проводит в жизни эти идеи. Я им очень благодарен. Вот что же у нас получилось. Смотрите, что мы получили. Значит, вот мы получили следующее. Слабость уменьшилась. Апатия уменьшилась. Плохое настроение уменьшилось. Работоспособность повысилась. Аппетит пришел. Отрышка уменьшилась. Тяжесть подреберья уменьшилась. И метеоризм уменьшился. Замечательно. Следующий момент. Будем смотреть. Экторичность объективности. Это субъективно было. Экторичность сквер уменьшилась. Болезнь из печени при пайпации уменьшилась. Уплоднение печени стало мягче. Ненамного. Закругленный край печени. Ну, скажем это субъективно. Но тем не менее. И печень сократилась. Замечательно. Закратилась. Так. Что у нас дальше? Ну, что-то ушло. Этот слайд не появился. Теперь структура фиброза. У больных с синдромом метавир. По структуре фиброза печени. Видите? Фиброластометрия показала, что перешло в более предшествующую стадию. Чего мы хотим добиться? Вот мы сейчас такую пространственную модель делаем неалкогольной жировой болезни печени. Самое главное перевести в предшествующую стадию. Вот мы взяли в этой модели слева здоровую печень, а справа гипотома. И вот, а наверху поставили все этапы. Стеатоз, стеатогепатит, фиброз, стероз. Значит, нам нужно перевести в предшествующую стадию. Это мы можем установить с помощью шкалы метавир. Значит, из Т4, из Ф4 в Ф3, из Ф3 в Ф2, из Ф2 в Ф1, из Ф1 в Ф0. Ну, вот видите? Значит, вот при двухнедельном лечении монотерапии как-то это все значительно улучшается. Значит, на фоне терапии препарата МЛНФ состояние больных улучшалось, может оцениваться как препарат выбора. Ну, и теперь, значит, он включен в наши рекомендации неалкогольной жировой болезни печени. Что еще? Теперь смотрим на обмен железом. То, что нас особенно сейчас рекомендует. Значит, у нас в России первым обратил на это внимание, кто? Олег Николаевич Минушкин. Вот, что он смотрел. Он смотрел, что уровень ферритина. Когда еще? В третьем году. Это просто он был пионером. Значит, снизился уровень ферритина при гепатите С. И при неалкогольном тоже снизился. Так? Ну, вот если здесь он, ну, скажем, наверное, был... Тут, наверное, был нормальным, но тут все-таки снизился при хроническом гепатите С. Так? А вот здесь вот он, ну, снизился значительно. То, что 88 повышено. Хотя там еще не бывают разные показатели. Теперь, вот, то, что показали наши японские коллеги. Видите, Хамата. 12-й год. Чуть позже, чем... Вот это, значит, был ферритин при террозе печени. То есть при гепатите С. Это при неалкогольном гепатите. А после лечения он снизился и при гепатите С, и при неалкогольном гепатите. Так? Значит, не только однократное исследование. А дальше выступал этот товарищ Камада у нас здесь в России. Вот он показал, да, вот это все снижения. Кроме того, знаете, что он еще показал? Вот что важно. Легализированный гемоглобин. Вот что очень важно. Вот что очень важно. Видите? Он тоже снижается немножко. Вот что важно. А это ведь тоже показали состояние печени. А вот, когда он приезжал сюда к нам в Россию, я прямо сфотографировал. Сфотографировал его слайды. Вот группа Лейнета. И он смотрел снижение железа, ферритина, изменение фиброза и отложение печени. Что же было, что же было у него показано? Значит, он показал следующее. Что вот до снижения было 47 АЛТ, снизилось достоверно. Значит, ферритин снизился достоверно. Это при неалкогольном сатогепатите. И гликированный гемоглобин. Так? Снизился, но недостоверно. Так? А признаки фиброза улучшились, но недостоверно. Так? При хранить, при гепатите. Ферритин снизился при гепатите С. АЛТ снизился достоверно. И гликированный гемоглобин снизился достоверно. Значит, вот видите, эти показатели говорят нам о том, что, ну, интересные наблюдения. Без них сейчас мы не... Пусть они однократные. Пусть они однократные. Но нам нужно с вами все-таки это учесть. Почему? Потому что опыт клинического применения тканей железа. Вот при лечении гемосидероза. При лечении гемосидероза. Показала Ольга Сенна Громова и профессора Торшин. Да? Это очень важный следует. Потому что профессора Громова является руководителем центра по микроэлементам Возовского центра в России. Друзья, много у нас Возовских центров? Нет. Немного. Так вот, она является руководителем Возовского центра. Она лечила больных с гемохроматозом. Так? Лечила больных с гемохроматозом. И вот она показала, что... Связанность с получением метаболизма железа. Так? Вот что она показала. Ну, во-первых, вот снижаются, нормализуются ферменты. Уровень ферритина снижается. А вот когда она лечила больных с гемохроматозом. Вот смотрите, что у них получается. Это модель. Смотрите, вот. Серые квадратики – это неделя лечения. Видите, что у них получается? Начал снижаться уровень ферритина. Так? Дальше. Уровень ферритина снижается. Вот. Ну, это при гемохроматозе. Еще одно, извините, там выскочил еще один рисунчик. Вот видите, какой? Вот. Вот неделя. Вот, 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 вот. Так? И вот неделя. Видите? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но это гемохроматоз. Это не гемосидероз. Это болический, который обусловлен повышением уровня СН. В результате распада гемоглобина. А вот она показала, что... Вот и меняется характеристика жировой. Инфильтрации печени. А вот при гемосидерозе, видите, исчезает. Уменьшается содержание импрегнации железа печени. Ну, и вот это тоже стоит после лечения. Значит, препарат влияет на метаболизм. Еще показал, Валерий Бегович Раченко, показал вот как раз ССАС, ССАШ. ССАС, ССАС, вот общая, это вот распада гемоглобинация. После, вот это вот, после лечения уменьшается местомолекулятор. Именно ССАШ перетин уменьшается. Вот это до, а вот это вот после. Так, теперь то, что Валерий Бегович, я с вами уважение отношусь к нему. Ну, считаю, что он один из сильнейших гипотологов в нашей стране. Значит, вот то, что получается. Он показал, что уменьшается системное воспаление. Он совершенно справедливо считает, что неалкогольная жировая половина печени. Это и проявление, и маркер, и патогенетический триггер системного воспаления. И вот после лечения, после лечения Лейнеком, эти все изменения в значительной степени печени уходят. Даже вот нормализуются уверены лейкоцитов. Я уже говорил, что наши вот есть рекомендации, но это вошло в Лейнек. В рекомендации по лечению алкогольных болезней печени тоже вошло. Эти рекомендации тоже вы уже видели. Значит, мы настоятельно рекомендуем. Теперь, значит, я с вами говорил уже про... Он обладает противовирусным гистом. Вот герпезоз, повторяю, у меня есть определенный опыт, потому что я консультирую в одной очень серьезной коммерческой клинике. Там всякие больные бывают, в том числе и больные с герпезом. Работает очень хорошо. Я вам сейчас покажу вот результаты. При простом герпезе, значит, у нас купирует местные общие симптомы. Два раза ускоряет образование корочек. Солны еще снижает частоту осложнений после диссидивирующего вертиса. Предупреждает защиту, способствует защите от инфекций. Интерфероновый статус нормализует. Противовоспалительный цитокин восстанавливается. Частота обострения в отдаленном периоде наблюдения уменьшается. Так, что еще? А, вот, 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 вот. То, что показал профессор Торшин. Значит, пептиды Лаенека тормозят активацию вируса. Вот, что очень важно. Вот это, представим себе, что этот повест, значит, показал профессор Торшин за счет вот этих пептидов. Как в работе пептидов в составе консенсирующего антивирусные эффекты. Он ингибирует белок. Препятствует слиянию вирусной нагрузы оболочки с плазматической мембраной. Он подавляет репликацию вируса. Он подавляет отпочковывание вируса от клеточной мембраны. Знаете, все дело в том, что препарат настолько компонентен, что изучить каждый его компонент представляется крайне сложно. Но вместе мы говорим о том, что это филатовский подход. Подход филатова к плацентарной терапии. То, что задумано и то, что реализуют. Вот он так работает. Это показано. Почему? Это еще предстоит изучить. Я очень рад, что нашу точку зрения разделяют маститые ученые и руководитель, президент Всероссийского респираторного общества Академии Чучалин и президент Российского научно-медицинского общества терапевтов Академии Марпинов. Все за. И я еще раз хочу поблагодарить Органу Николаевичу Кольчеву, который сделал на себя труд по исследованию возможности применения ВНФ у больных с тяжелым течением COVID-19. Вдруг сработает, потому что в конце концов мы имеем дело с системным воспалением. С системным воспалением, в основе которого лежит и токсическое действие препарата, и нарушение функции печени, и повреждение легких. Мне тут задали вопрос, а вот легкие связаны, да все связаны. И может быть организм разделен на какие-то органы, которые живут каждый сами по себе. Это совсем не так. Стало быть, показанием применения ВНФ является подтвержденное поражение печени любого генеза, в том числе и комбинированном. Желательно, с выявленной гиперферитиномией. Показателем эффективности лечения является нормализация показательной цитолизы уровня феритина. Не исключено, что иммуноудалирующие действия препарата позволят ослабить степень вирусной нагрузки у больных с COVID-19. Ну и я бы хотел заключить той же самой японской картиной. Я нисколько не сомневаюсь, что это все пройдет. Легкий летний ветерок, чай хорош, и вино хорошо, и лунная ночь хороша, и все это хорошо закончится. И мы выйдем отсюда обогащенным опытом, с очень дружеским отношением друг к другу, победив этот злосчастный вирус, ну и ожидая новых напастей, будучи уже более вооруженными к этим новым страстям, в которых продолжает жить человечество. Спасибо вам большое. Так, переходим к вопросам. На что же нам нужно будет ответить? Так, где у меня вопросы? Вот вопросы. Сейчас я на YouTube и на стрелочках. Вот вопросы. Так, где у меня тут не высветились вопросы? Так. Было много вопросов, а где они? Так, ну спасибо, пожалуйста, спасибо, пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Так, так, спасибо, всем спасибо, всем спасибо, и все меня благодарят, и я благодарю. Так, всех очень, а вот были вопросы. Так, запись большая будет, наверное, будет. Добрый день. При онкологии можно применять? Нет противопоказаний? Пока, пока нигде не на...